друзья привет сегодня покажу как приготовить очень вкусную печень чтобы она получилась нежной и мягкой они резиновый и безвкусный нам понадобится репчатый лук много репчатого лука его нужно порезать на кольца или полукольца как вам больше нравится это не принципиально затем берем печень обязательно ее моем и очищаем от пленочки я это снимать не стала думаю это и так все знают и нарезаем на небольшие кубики в тарелочку насыпаем немного муки примерно 2 столовых ложки и обваливаем каждый кусочек печенки в муке это делается для золотистой корочки если вы не любите муку или просто не хотите этим заниматься то этот шаг можно спокойно пропустить печень все равно получится вкусный даже без муки теперь берем хорошую сковородку желательно чтобы она была с толстым дном и стенками и разогреваем в ней растительное масло на сильном огне сначала обжариваем лук до золотистого цвета затем лук убираем и в этой же сковороде в этом же масле обжариваем печень но если вы видите что масло слишком мало можно немного добавить печень жарим на сильном огне с двух сторон до золотистой корочки если у вас большая сковорода и в ней умещается и печень и лук то лук можно не вынимать только следите чтобы ничего не пригорело когда печень зарумянится со всех сторон можно возвращать в сковородку лук затем туда же добавляем сметану чем выше будет жирность у сметаны тем вкуснее получится наша печень и наливаем немножко водички для того чтобы она покрыла печень полностью накрываем сковороду крышкой ставим на минимальный огонь и тушим примерно 10-20 минут посмотрите какая она аппетитная на мой взгляд к такой печенки лучше всего подходит нежное картофельное пюре желательно на сливках не знаю почему но мне так нравится больше всего посмотрите какая она красивая в разрезе она получается нежная и мягкая и совсем не резиновая приятного вам аппетита